меня зовут егор и я рад приветствовать вас на нашем подкасте о мире информационных технологий пути в айти здесь мы будем обсуждать последние новости и тенденции в айти сфере делиться опытом и знаниями а также приглашать экспертов и лидеров отрасли для интересных бесед интервью наш подкаст создан при поддержке компании кониками ноута готовы узнать больше о том какие пути можно выбрать войти тогда давайте начнем всем привет с вами подкаст пути войти меня зовут егор если вы еще не подписались на наш канал обязательно рекомендую это сделать а также ставьте лайки и пишите ваши комментарии к нашим выпускам сегодня у нас в гостях наш друг сергей гортинский начальник управления по автоматизации документа оборота в группе компаний свек сергей привет привет егор ну что давай с тобой поговорим о твоем опыте войти в целом и в частности я знаю у тебя богатый опыт конкретно в автоматизации документа оборота что следует с названием твоей должности и в целом твоего послуженного списка ну начнем с твоего опыта в купе сушим меня наверно как у многих ваших гостей такое случайное попадание в вт получилась потому что вообще по образованию я инженер в мясомолочные отрасли перебывающих промышленности вроде как должен был там колбасу йогурты производить но так случилось что в начале карьерного пути меня закинуло в госсектор я поработал в одной из наших государственных контор и там как раз попал на проект внедрения сэда мне это понравилось проявил инициативу как-то сам бегал внедрял и в итоге попросил секвендеру на работу причем с таким хорошим дауншифтингом то есть я в госсекторе тоже занимал должность замначальника отдела и в целом мог грязить о перспективной государственной службе но как-то мне это не пригрело и я решил в частный сектор в это уйти соответственно за он шифтил я в специалиста отдела внедрения то есть по сути там самый-самая начальная должность подрос потом аналитик рп ну и вот волей судеб оказался в тф суэке уже на позиции начальника управления автоматизации документа оборота должность совпадающая с профессией вот соответственно всегда было интересно посмотреть на что-то вокруг не только на сайты но и на какие-то другие системы всегда было интересно повнедрять что-то рядом стоящее ну то есть не просто внедрили общее дело производства и будем довольны пойдемте дальше внедрять всегда хотелось помочь и другим сферам бизнеса ну в том числе государственного бизнеса поразвиваться не знаю там юристам помочь бухгалтерам логистам в какой-то степени все в итоге как-то получается так что все сливается все равно в сет потому что какая бы у тебя ни была система ты приходишь к тому что тебе нужно выпустить какой-то документ который тебе нужно с кем-то согласовать подписать а потом еще сейчас это актуально юридически значимо похоронить а еще юридически значимо куда-нибудь передать вот так я в это оказался понятно ну да тут так уже перешел даже как-то больше к специфике седа и я так делаю вывод на самом деле что сед ну как такой маленький промежуточный вывод что сед это такой мощный агрегатор всех документов и даже процессов которые затрагивают там значительную часть отделов компании и одна из тем как раз которую поднять с тобой что вообще в чем вот где где оно это будущее седа как ты его видишь вот если если вот эту историю разгонять я здесь наверно знаешь как врач который считает что его область деятельности самый важный да как стоматолог считает что важнее зубов ничего нет да наверное мы считаем что важнее седа ничего нет потому что это такая агрегирующая сущность для всех систем компании но когда я говорю своими коллегами они принципе считают также про свои системы если говорить про будущее седа то наверное это там несколько буллетов поинтов можно выделить куда мы можем развиваться первое направление развития это делание седа более как это юзер-френдли более дружелюбным для пользователя то есть я же сейчас привыкли к тому что есть мобильное приложение все привыкли к тому что есть там удобные сайты удобные какие-то приложения куда я могу зайти и не обучаясь ничему получить нужную мне услугу и в целом пользователь хочет сейчас того же отсюда то есть он хочет зайти нажать кнопку получить результат он не хочет читать инструкцию разбираться понимать идти какие-то вебинары смотреть вот ему надо чтобы все было быстренько поэтому ну наверное с тенденция это вот интерфейсы и тенденция это новые технологии и и нейросети как это называется предиктивная аналитика предиктивная аналитика да то есть все то что может сделать работу легче мы когда знаешь в самом начале заходили в компании и пытались там внедрять седы ну с рекламой а у нас всегда был зарок никогда не говори что сед там облегчит вам работу потому что делопроизводители как правило всегда боялись что их уволят если их работа станет легче а начальство формировалось сложное ощущение что можно кого-то уволить после внедрения седа на самом деле там любое внедрение седа это всегда было про прозрачность про удобство поиска хранения и про процессность то есть мы с помощью системы можно выстроить процессы но тут и обратная сторона есть что система должна уметь подстраиваться под процессы и там наверное седы в самом начале были просто седами когда ты забил карточки забил там сотрудников подразделений вот она сама как заработала то сейчас эволюционно получается так что без конструктора процессов мы в принципе жить не можем потому что бизнес свои процессы меняет быстрее иногда чем мы успеваем систему переписывать то есть мы буквально понедельник выдали а во вторник они сказали вы знаете мы подумали что наверное не стоит генерального директора добавлять процесс согласования ну как мы подумали он нам об этом сказал давайте мы процесс перепишем давайте они ждут что ты его перепишешь примерно за 15 минут после как они к тебе обратились потому что вот-вот генеральному директору придет следующий документ на согласование и он будет не очень рад вот поэтому там если говорить про функционал седа который даже же не будущее там должен быть настоящим это конструкторы конструкторы процессов конструкторы визуальных форм конструктор карточек то есть ты должен уметь быстро накидать новые поля быстро накидать новый интерфейс быстро накидать новый процесс и отдать этот бизнес чтобы он уже работал максимально лоукодно получается да 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 вот такой интересный вопрос мне возник пока я слушал комментарии а вы как согласует какие-то мини процессов через сет хороший вопрос мы составляем бизнес свои процессы конечно согласовывать через сет то есть них там есть специальный вид документа там документы регламентирующие бизнес-процессы аж такой целый и они его гоняют согласовывать приказом утверждают на счет так по-взрослому делать но при этом когда им надо что-то очень быстро то это происходит примерно так они в почте пишут это очень-очень-очень надо мы для порядка кого-нибудь кто знает про этот бизнес-процесс и младеет добавляем согласующие чтобы коллизии не получилось получаем ок и реализуем а дальше уже просим давайте хотя бы заявочку зарегистрируем чтобы у нас для архива все это осталось давайте хотя бы вот тут согласование подложим чтобы вы через две недели не переобулись вот стараемся но мы правда это делаем не через это уже через внутреннюю тикетную систему ну такой уже получается немножко change management у вас уже видимо в системе сервис-деска скорее да 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 внутри тикетной системы потому что ну мы все-таки айтишники мы привыкли к тому что здесь вот получил change раскидал его на задачи там получил багу и так далее так далее ну да из свой ряд митигации исправление и устранение багов понятно понятно то есть получается что сет уже по сути перестает быть в чистом виде седом он вырастает до платформ скажем так ну для меня это более высок высокой формации то есть по сути это становится более бизнес-процесс менеджмент системой верно понимаю да 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 ну то есть никому же сет классический не нужен то есть мы можем попытаться его внедрить в какой-нибудь маленькой уютной компании но и там генеральный директор захочет не знаю в какой-то момент включить в зависимости от фазы луны нового согласующего или на это надо уметь делать поэтому сейчас когда компании выбирают седы они в том числе обращают внимание на вот эту гибкость то есть насколько быстро мы можем что-то поменять что-то поправить потому что но кое-где зачастую даже процесс до конца не выстроен и он вот выстраивается иногда вместе системы поэтому сет это да это уже не просто сет это система сильно больше форма это же платформа должна быть и должна быть платформа я понял я знаю что у тебя есть опыт внедрения разных систем электронного документа оборота давай просто как-то не знаю как-то базово расскажем нашим слушателям как правильно делать выбор системы электронного документа оборота ох это интересный вопрос в всех компаниях из где я работал мы выбирали сет причем этот иногда процесс такой знаешь периодичный то есть сет работает 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 потом таки а давайте поменяем а мы тут задавались вопросы недавно с коллегами а почему собственно сет меняют чаще чем там erp crm или что-то еще такое пришли к выводу что просто сет на фронте его видит генеральный директор его видит там новый генеральный директор там и и прочие топ-менеджмент которые говорят что-то мне неудобно давайте поменяем играю они же не ходят в erp crm там глубже куда-то в систему в систему виртуализации никогда ни у какого директора не приходило в голову менять вот поэтому мы всегда таком на фронте и там хороший рпшник по сету мне кажется даже можно в на собеседовании такое просто 2 имеет под рукой табличку сравнение разных сетов чтобы когда у него спросили табличка да 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 чтобы у него когда спросили что надо завтрак утро сделать сравнение там 15 сетов гендиректор просит чтобы он всегда мог просто достать сказать так все уже сделано вот поэтому лайфхак лайфхак да поэтому у меня скорее там совет при выборе новых сетов первым определиться зачем он вам нужен то есть какие вы хотите решать с помощью него задачи какие нужны процессы и насколько вы готовы в него инвестироваться потому что ну в целом там мы сравнивали в свое время для одного из проектов больше 30 систем в целом плюс-минус все одинаковые то есть какая-то симпатичнее какая-то менее симпатичная какая-то чуть производительнее какая-то заявляет что более производительным тут надо же смотреть насколько внутри у нее требования к архитектуре к инфраструктуре выросли где-то хороший лоукод где-то лоукод нехороший но при этом заявляется что есть там возможность подключать разного рода расширения вы только посадите своего джава программистом то есть тоже да если у вас что джава программистов которым нечем заняться то почему бы нет да можете создать свое решение поэтому в первую очередь надо смотреть на свои бизнес-процессы на свои и желания и на свой бюджет и дальше пожалуйста можно выбрать все что угодно потому что на этот соглашусь с одним из коллег рынок сэд у нас это один из таких хорошо развитых айти рынков потому что ну я тоже себе вопрос задавал почему так вдруг случилось потому что если смотреть на историю развития многих больших наших вендоров сэда которые вот сейчас вот выросли и являлись таким мастодонтами рынка они многие вырастали из госсектора потому что в госсекторе всегда сэд это такая документ обороты это кровь госсектор госорганизации ну то есть все все неотъемлемая часть да все бумажки соответственно там всегда был бюджет там всегда была потребность в этом и главное там всегда была конкуренция то есть каждое это ведомство коих у нас в стране огромное количество начинает там от федеральных заканчивая всякими муниципальными она всегда сама выбирала какой сэд внедрять и никакого там вертикального приказов не было. Поэтому туда всегда шли деньги, и компании развивались. То есть, на мой взгляд, это такой пример здорового, хорошего рынка. Когда есть деньги, компании развиваются, они конкурируют между собой, там, периодически они меняют друг друга, и это стимулировало развитие. И сейчас вот мы получаем то, что если там у вас зарубежный сет стоит, то, в принципе, вы его можете спокойно импортозаместить. Там, зарубежную ERP, наверное, тяжелее импорта заместить, а там складываются люди с трудностями, да. А сет, пожалуйста, ты его можешь хоть каждый год менять. У меня там был пример одной организации, они за полгода три сменили. То есть, там, как новый руководитель приходил, он приводил свою. Там, одну, вторую, третью. На третьей они остановились. А мне в таких рабочих процессах удобнее работать. Да, да, да. А я вот свою сет принес. Вот у меня мой секретарь, мой делопроизводитель, мои коллеги привыкли в ней работать. Там все настроено. Вот мне ее, пожалуйста, установите. И там бедные айтишники, ее каждые там три месяца в миграции занимались. Ну, какой опыт. Да, да, очень большой. Там проработал полгода, внедрил три смены. Да, такой серьезный KPI. Да, да. Сергей, давай поговорим о современных технологиях. Ты упомянул и искусственный интеллект, и нейросети, и мы с тобой еще упомянули предиктивную аналитику. Там можно вспомнить машинное обучение, машинное зрение. Вот все вот эти модные термины, так сказать, которые сейчас на слуху. Обсудим, как вот они сопутствуют современным системам документа оборота, потому что, давай так, система документа оборота — это все-таки более широкое понятие, да? Это не только системы, которые помогают нам перемещать документ или согласовывать его. Это скорее система управления контентом. То есть это и хранение, и анализ этого контента в том числе. То есть тоже, по большому счету, работа с данными. Вот какой у тебя есть опыт, и какие ты видишь перспективы применения этих технологий для задач, связанных с управлением корпоративным контентом? Смотри, опыта, наверное, никакого, потому что это достаточно новые сейчас модные темы. Конечно, нам хотелось бы, чтобы мы их подхватывали прям на лету, но сначала тебе нужно объяснить их бизнесу, что это вообще такое, как его с чем есть и зачем использовать. Потому что немножко так отступлю назад. В какое-то время новой была история с электронным документооборотом, когда мы там электронную подписью подписывали, отправляли. Вот буквально, наверное, только в том году я победил своих пользователей, убедив их, что вот этот штампик цветной, который ставится на договор, это не электронная подпись. И не страшно, если он налезет на текст договора, что электронная подпись на самом деле это кое-что другое. Они мне долго не верили. Мы с ними долго читали законодательство, я им долго показывал, например, в файликах, что это такое. В конце концов, они поверили, и сейчас вот для них это уже реально стало. Когда-то это тоже для нас будущее было. То же самое сейчас с нейросетью и с ИИ. Никто до конца не понимает, а, собственно, что же они делают, зачем они нужны, как они могут помочь, а не заменят ли они меня. Вот мне там с каждого утюга говорят, что скоро нейросеть заменит всех сотрудников, а я как бы мне же детей чем-то кормить надо, я же не хочу вот в это как в кибердеревне, да, в новом сериале. Соответственно, и они не понимают, что это за новые технологии, как их можно использовать. Поэтому здесь хорошая задача ИТ принести, рассказать, показать. Еще довольно часто у бизнеса сложно с визуализацией, того, что ты им рассказываешь, и надо показывать. Поэтому мы им предлагаем что-то. Там, допустим, в частности нейросети и ИИ. Как ее можно использовать? Это, во-первых, анализ всего того огромного бэкграунда организации, которая есть в виде документов, писем, информации, инструкций сложенных. Ну, то есть, чтобы человек, допустим, начав писать какой-то документ, ему могли подсказать, а смотри, как бы такие документы уже были, а вот ты там сейчас противоречишь вот этой истории. Или, допустим, он мог задать вопрос нейросети. Расскажи мне, как устроен процесс такой-то. И она будет, хлоп-хлоп, подборочку регламентов, подборочку инструкций и подборку каких-то распоряжений гендиректора, которые выходили. По слову, примеру, но здесь получается, какая история. Вот мы сегодня тоже утром с коллегой беседовали на эту тему, рассуждали, дискутировали, правильно сказать. Нейросеть — это же, по сути, то, что у нас под капотом. То есть, это технология. А прикладное применение — это то, что уже дается пользователю в виде какого-то сервиса. Ну, то есть, если вот в сторону сервисов, то есть, получается, первый вариант, я услышал, это крутая штука, интеллектуальный ассистент, который подсказывает тебе, допустим, лучшую формулировку на текст. Ну, там, ладно, не в Телеграме, там, скорее в документе. В документе, да-да-да. То есть, ты пишешь текст, и у тебя система тебе говорит, лучше написать вот так. Да. Как вот эта скрепочка, да, в Варде была еще в 90-е. Ваше предложение не оптимизировано, оно синтактически неправильно. Видишь, они делали это еще до того, как это стало мейнстримом. Мейнстримом, да, они молодцы, смотрели в будущем. Точно так. Потом что получается? Интерфейс взаимодействия с пользователем, опять же, да, потому что на естественном языке с тобой система взаимодействует, ты пишешь ей свой запрос, она тебя понимает и адресует тебя к правильному. Или дает тебе подборку материалов, с которыми ты можешь ознакомиться, или даже, возможно, формулирует тебе ответ. Мне кажется, нейросети можно очень эффективно использовать именно в сервис менеджментских процессах. То есть, когда поддержка оказывается там на первом уровне не человеком, а нейросетью, потому что, ну, нейросеть, во-первых, более устойчиво психически, иногда у нас пользователи проверяют нашу стойкость. Во-вторых, она может знать того, что, допустим, специалист поддержки не знает, в силу того, что до него, допустим, еще информацию не донесли, а нейросеть тут уже обработала, и вот тебе, пожалуйста, она выдала информацию. Да, в этой части нейросети, мне кажется, это прямо будущее. Ну, даже не то, что будущее, это такое постепенно становящееся настоящее, то есть, постепенно бизнес к этому придет. Вот, то есть, это поисковик, подсказчик, личный ассистент. Ну, и смотри, и, наверное, если мы немножко так перевернем, да, для организаций, которые работают с большим входящим потоком неструктурированных данных, вроде там обращения граждан, входящие письма и прочее, 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 нейросеть может помогать читать то, что к тебе приходит, быстренько его проанализировать, расписать в нужное там подразделение на исполнение, еще и статистику собрать, потому что как же сейчас это происходит, да, человек читает, человек с опытом понимает, куда это надо отдать, человек без опыта может ошибиться, не туда отдать, потом начинает письмо вот это между подразделениями бегать, а может быть у человека там какая-то быстрая проблема, ему, не знаю, там свет в подъезде не горит, да, почему бы там нейросеть не могла определить его проблему и сразу, допустим, не выдать результат в виде наряда дворнику, иди лампочку поменять, да, это же прям... Ну да, в принципе, диспетчер живой здесь не нужен. Диспетчер живой, да, здесь не нужен. Действительно, по фото можно определить, что лампочка не горит, в тексте написано лампочка не горит. Да, адрес указан, все, да, иди сходи, дворник поменяй. Наверное, если там смотреть совсем про будущее, может быть робот туда съездит и поменяет сам эту лампочку. Давай поговорим про, наверное, такой вот самый крупный твой и тот проект, которым ты гордишься, и расскажи о нем побольше, то есть там и про вводный, и про ТЗ, и чего ждали, куда пришли, получилось ли оправдать ожидания, и какие крутые модули вы смогли сделать на базе платформы. И какой? Знаешь, я думаю, наверное, проект, которым я горжусь, я еще не сделал, потому что я довольно критично к себе отношусь, я всегда считаю, что можно сделать что-то больше, лучше, и можно было бы по-другому, и это было бы эффективнее. Но если говорить про один из крупных проектов, который мы недавно сделали, это проект внедрения сет DocsVision в компанию Soek, это крупный угольный холдинг, входящий в топы-топы мира по добыче, переработке угля, соответственно, сет внедрялся, слушай, еще до моего прихода, кода с 2017-го, и я пришел в компанию, когда он был уже внедрен, и компания подошла к осознанию того, что надо что-то менять и где-то доразвиваться, то есть он покрыл общее дело производства, он покрыл там согласование договоров, ну и на этом все, и немножко застопорился. Соответственно, что мы с командой сделали? Мы, во-первых, толкнули его в сторону электронного документа оборота, это в 2023 году звучит как-то уже как ретроградно, но на тот момент был 2020 год, по-моему, 2020-2021, я немножко за так еще буду. Как-то небольшой переход в период у вас случился. Да-да-да, вот, и мы, соответственно, толкнули его в сторону электронного документа оборота, стали эту историю развивать, то есть подключили согласование договоров с контрагентами, подписание уже, потому что до этого все в бумаге бегало и бизнес негодовал, а почему же. Подключили работу с бухгалтерскими документами, когда всякие различные бухгалтерские формы создаются в ERP-системе, потом в SED и DocsVision у нас согласуются. Мы пошли в сторону развития тех сфер бизнеса, которые в SED до этого не были, и только ситуативно у него заходили что-то посогласовать. Мы так сходили к юристам, сказали, ребят, ну, мы понимаем, что вы юристы, и вот там вот есть те, кто договора согласует, вот вроде сейчас считают, что они с бумажками работают, и все, а всех остальных окучивать не надо. А мы пошли к тем, кто занимается притонизированной исковой работой, сказали, ну, смотрите, у вас же тоже бумаги, у вас же интеграция с арбитражными судами, с судами общей юрисдикции. Давайте мы вам на базе SED сделаем такое единое окно. У вас здесь и приказы с распоряжениями договора, и бухгалтерские документы, если вдруг какие-то проходят, и вот рабочее место юриста, где вы видите свои судебные заседания, где вы сможете подгрузить данные из арбитражного суда, к примеру, где вы сможете поуправлять нагрузкой на вашего юриста, где вы сможете сформировать отчетность в одном месте, вам не надо прыгать по разным системам, вот вам одно место. И, собственно, коллеги, да, с нами согласились, тогда сказали, да, давайте попробуем, сейчас проект активно развивается, компания, то есть мы там для юристов его сделали, сейчас как раз запускаем, и надеемся, что следующим шагом будет подключение, там, даже той же предыктивной аналитики. То есть мне было бы интересно посмотреть, там, у какого судьи я чаще выигрываю, с какими делами лучше работает тот или иной юрист, где я теряю, где я, наоборот, там, получаю больше, чем хотел. Это же интересный такой механизм управления. Вот. Ну да, такие срезы данных, на самом деле, они полезны, то есть, да, это, опять же, если знаешь, с кем ты чаще выигрываешь, можно спрогнозировать, куда лучше, с какой слог подаваться или какой суд. Я там, это, я не юрист-претензионщик, но у меня есть друзья, которые юристы-претензионщики, собственно, это их боли, что они рассказывали, блин, я вот к этому судье не хочу, я у него постоянно проигрываю, ну зачем, я на нему назначу или пойду отвод делать, вот, а было бы круто, если бы это, там, IT-система помогала, то есть, ну, ты видишь еще до, там, проведения заседания, что не надо этого человека к этому судье отправлять, и хлоп, вы сгенерировали сразу, там, не знаю, запрос на отводы судьи или, там, на перенос дела, и он, там, сразу в арбитражный суд, к примеру, ушел, тем более, там, арбитражный суд, у нас, мне кажется, лидер цифровизации, вообще, легалтеха, и у них очень классный вот этот картотек. Газправосудие. Да, Газправосудие, вот, там, сюда общие юрисдикции, еще до них, конечно, это идти-идти, но... Но все на верном пути. Да, я думаю, это путь верный, и это очень круто, то, что у нас так развивается. Вот, соответственно, мы сходили к юристам, это вот в продолжении нашего крупного проекта, им предложили, мы сходили к другим юристам, которые занимаются как раз договорами, и с ними проработали такую тему, что, говорят, нам надоело согласовывать постоянно, там, тучу договоров, которые, не знаю, бизнес откуда-то их достает из каких-то закромов, там, старых работ приносит, никто наши шаблоны не смотрит, что-то туда какие-то формулировки вписывают, ну, устали их отлавливать, говорит, мы хотим оптимизировать работу, а не раздувать штаты. Мы, говорит, работаем сейчас над тем, чтобы, допустим, шаблоны делать. И делали они шаблоны очень интересно в, там, одном офисном редакторе, который сейчас у нас покинул. Они забивали текст и делали фиксированные поля, да, запароленные, и вот, как бы, ты должен найти нужный тебе шаблон, заполнить его, и несчастные юристы, там, на 20, там, типовых договоров делали, там, 150 этих типовых форм, потому что, там, у каждого разный, там, блок. Садится, они пришли к нам, говорят, там, точнее, мы пришли к ним, они пришли к нам, мы как-то встретились, говорят, мы хотим это оптимизировать. Они такие, классно, есть же система конструктора документов. Ну, вот, вы ответили на вопрос, он вам из блоков собрал. Давайте внедрим, собственно, давайте внедрим, это тоже в проект превратилось, и, там, в части, там, не на DocsVision, сразу говорю, мы делаем конструктор документов, потому что DocsVision все-таки больше про платформу, там, седа, процессов, карточек, документов. Это внешний сервис, который просто прикручен к седу. Это внешний сервис, который прикручен к седу, и начали мы с договоров, а вообще у нас план амбициозный, мы хотим туда большее количество документов подложить, чтобы пользователь мог нажатием кнопочки в системе, там, создать приказ, создать письмо, создать, не знаю, что угодно. Там, в частности, коллеги к нам пришли и говорят, а мы вообще хотим типовые ТЗ писать. Мы говорим, почему нет, давайте попробуем, да. Ну да, насколько я знаю, который общался с ребятами из области конструкторов документов, то есть там действительно, там уже выходит на 500 уникальных шаблоны даже, там, тысячи какие-то. Да, да, да. Именно по типам документов, не конкретно там подвидов, а уникальных видов. Плюс, да, никто не запрещает сделать свой уникальный документ, сделать его шаблоном. Да, и запустить. И это, кстати, еще, если там мы решаем основную задачу юристов, что они сокращают свои косты на согласование, то здесь еще мы так подспудно повышаем привлекательность работодателей, понижаем планку входа сотрудника в рабочие процессы, то есть тебе не надо бегать, искать, где там, типа, ты хочешь написать исходящее письмо, я хотел тут однажды написать исходящее письмо, я понял, какой это трэш у нас. Ты бежишь… Никому не говоря. Никому не скажу, да. Ты бежишь, к одним людям просишь, а есть шаблон, там, хорошо, если ты знаешь этих людей, они тебе дают шаблон, а если ты не знаешь этих людей, а как его заполнить правильно, что вписывать, не вписывать, лишь если есть опыт, а если нет. Вот, соответственно, это тратится много времени, много ресурсов и, соответственно, понижается, знаешь, как удовлетворенность сотрудника от работы, то есть я хочу принести результат и не бегать, понимать, как это все работает. А по сути топчешься на месте. Да, по сути топчешься на месте, поэтому я зашел в сет, хочу нажать на кнопочку «Создать проект сходящего письма», мне подгрузился шаблон, я вписал, собственно, цель, для чего я это хочу делать. Тут было бы классно, если бы как раз ИИ мне еще подскал правильную формулировку, потому что, да, не у всех хорошо с сочинениями в школе было. Ну, что поделать, не все гуманитари, да, не все умеют тексты писать. Рожденный ползатель летать не может. Да, 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 там кто-то хорошо программирует, но плохо при этом выражается в письмах, это совершенно нормально. Поэтому, да, и классно, подскажи мне, как правильно написать, если я вдруг хочу, там, не знаю, штатную единицу еще себе какую-то запросить, подскажи мне формулировки, обоснования, ну, это же, это было бы удобно, это повышало бы вовлеченность человека, в том числе, там, HR-вовлеченный, да, там, я сейчас уйду из такого классного места работы, где так все удобно, а там на другом месте не будет так все удобно. HR-влекательность бренда. Да, да, HR-влекательность бренда, в том числе удовольствие рабочего места, вот эта, как это, рабочая обстановка, рабочая атмосфера, не только от коллег зависит, но и от систем, которыми мы пользуемся. Еще известные модули, которые нам спустили регуляторы, это модуль кадрового документа оборота и машины, читаемых доверенностей, да, там, с одним все у нас хорошо, который Кэдо у нас все идет с какого-то там ноября 21-го года, и, пожалуйста, пользуйтесь, там осталось буквально какой-то маленький списочек документов, которые должны быть в бумаге, остальные, пожалуйста, меняйтесь в электронном виде. Применяете у себя? Интегрировали в вашу платформу? Смотри, мы Кэдо начали заниматься относительно недавно, и мы начали с того, что пошли также продавать это бизнесу, потому что бизнес где-то слышал, чувствует, что нужно, но не понимает, как и зачем, соответственно, мы сейчас такой в предпроектной деятельности, когда почитали затраты, опросили вендоров, посмотрели решения, показали эти решения бизнесу, и бизнес сейчас, соответственно, принимает решение о выделении бюджета, то есть на каком объеме мы это начнем, в каком, не знаю, кто будет пилотами, кто не будет пилотами, сколько процессов внедрим, потому что когда ты большая компания, у тебя там 100 тысяч человек или больше, у тебя начинаются сразу вопросы, а как обеспечить сохранность, потому что я вот, мне тут недавно Минцифры пришлал рассылку, что теперь, оказывается, я могу в случае утечки моих персональных данных требовать с того, кто их утек, еще и компенсацию. Была такая новая, действительно. Да, да, причем через госуслуги тебе все удобно, тебе не надо по судам бегать. А только надо посчитать, каков твой ущерб. А я так понимаю, там работодатель, не работодатель, а тот, кто причинил ущерб, сам считает, и если 80% получивших ущерб согласились с этой суммой, то как бы идет выплата, а если нет, ну, наверное, там какой-то аукцион начинает, я не знаю, ни разу пока еще не сталкивался. Но это очень интересная тема с персональными данными, потому что утечка персональных данных, это же что-то такое прям страшное, и бизнес всегда этого очень боится. Особенно тот бизнес, который не работает с большим количеством клиентов, а это все твои внутренние сотрудники, это как бы прям очень страшно. Это первый вопрос, то есть, как это обеспечить? То есть, тут же сразу начинается облако, нет, давайте он прям, давайте там рассматривать внутренние решения, а тут дальше следом начинается. А как мы тогда это решение доведем до сотрудника, который без компьютера? То есть, у нас же не все компьютеры, 100 тысяч. Этирический киоск, это получается опять явка, зачем все это нужно, проще в HR сходить. Да, 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 это киоск, а дальше начинается, а вот кто-то с мобильного телефона хочет, то есть, у нас, допустим, сейчас есть такая технология, когда сотрудник может с мобильного телефона заказать справку, например, 2 НДФЛ, и не обязательно в HR ходить. Тут же еще, знаешь, какая проблема? Не на всех пунктах есть и HR, потому что их стараются вывести в общий центр обслуживания различного рода. Ну да, компания огромная. Да, 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 то есть, не везде, ты физически можешь куда-то заходить, попросить бумажку. Там следующий момент, который сильно так бюджет начинает расти, это обеспечение ключами электронной подписи. Ты такой, раз в год мне надо на 100 тысяч человек выпустить ключ электронной подписью. Так, жик, бюджетик поднялся. И ты думаешь, а может быть, мне вообще свой удостоверяющий центр проще поднять. И начинаешь в эту киберисторию информационной безопасности уже залазить. Потом дальше начинается вопрос с процессами. То есть, хорошо, когда у тебя компания строилась, знаешь, как с маленькой и росла, росла, росла. Росла лично. Да, да, да. И вы, вот у вас все единые процессы. А когда вы разные компании, а когда вы в разное время входили в структуру холдинга, и у вас там свои процессы. В целом, когда вы на бумаге это делаете, никого это не интересует. Но когда это начинается в электронке, ты же пытаешься унифицировать, ты же не можешь, там, не знаю, заявление об отпуске подписывать 15 разными способами. Это нонсенс. Это у тебя стоимость автоматизации вырастает в такие разы, что проще этот штат бухгалтеров на 100 лет назад нанять, которые будут этим заниматься. Ну, не бухгалтеров, а HR. Вот, то есть ты уйдешь уже в унификацию процесса. В унификацию процесс сталкивается с тем, что нам так привычнее, нам так лучше, а вот тут такие-то риски. Ну, то есть это такой комплексный процесс. Здесь не только ИТ, здесь вот не получится просто все поставить и сделать. Само собой. Вот, это что касается КДО. Что касается МЧД, довольно интересная тема. Сейчас же снова сместили еще нагот. Да, его все сдвигают, сдвигают, сдвигают. Мы этому очень радуемся, потому что каждый раз, когда его запускают, мы понимаем, что мы не готовы, хотя мы уже год готовимся. Ну, потому что, ну, не готовы. А бизнес не готов. Бизнес начал прогружаться, что такое МЧД. Раньше они пугались этой аббревиатуры. Они слышали МЧД, доверенность. Доверенность. А МЧД что такое? Машин читаемая. А что такое машин читаемая? Ну, робот может прочитать. А, ну, пусть читает. Ладно. Соответственно, сейчас они погрузились, почитали законодательную базу, поняли, как это работает. Даже там уже юристы, на что там они иногда встают в позу, что типа мы не айтишники, мы вот юристы. Уже юристы сказали, что там мы понимаем, как это работает. Мы прочитали законодательную базу. Мы вот придумали обходные процессы. Там, собственно, айтишники. Давайте вы пока делаете нам систему внутреннюю. А мы вот тут вот нашли способы, как это можно пока без вас делать. Вот. Но мы, знаешь как, мы все ждем, когда это устаканится, на самом деле. Мы, честно, перевыпустили ключи электронной подписи всем тем, кому можно было перевыпустить, чтобы себя отсрочить и не выпускать физические ключи. И ждем, когда, наконец, что-то вот такое родится, вот, единообразное, чем можно пользоваться. Ну, так, в принципе, электронная подпись же стартовала. Она же, помнишь, сначала была электронно-цифровой подписью, потом цифровую убрали, потом закон обновили, потом вот... Да, там от токенов все ушло в облачную. Потом, да, с облачной долго возились, потом вот этот стандарт шифрования в какой-то момент поменяли. То есть, я помню, это очень интересно было, там шел 2000, как-то, не знаю, 19-20 год, а мы внедряли ГОС 2012 года, потому что вот он только-только-только утвердился, и там инфраструктура стала к нему готова. Ну, то есть, мне кажется, что со временем МЧД обретет ту форму, которую в нее закладывали, и мы сможем ей пользоваться, потому что в целом, наверное, история интересная, когда ты будешь на тех же госуслугах видеть все выданные от твоего имени доверенности с перечнем полномочий, кто выдал. Все твои ключи, о первых. Все твои ключи будешь видеть, да. Единственное, что тут такой нюанс с этими физическими ключами, если раньше там топ-менеджмент, и это, мне кажется, во всех компаниях так страдает, привык своих ключах отдавать кому угодно, раздавать, так сказать, вы держите. Как печать, да, вот это раньше носили? Да, да, да. Часто это у ответственного сотрудника в сейфе лежит, еще чаще это не у ответственного сотрудника и не в сейфе лежит. У безответственного сотрудника. Да, у безответственного сотрудника, там, не знаю, у помощницы, у еще кого-то. И, в принципе, гендиректора на эту тему не сильно переживали, ну, потому что, ну что, это ключ выданной организации, ты им особо-то ничего подписать не можешь, кроме документов организации. А сейчас мы всем говорим, обратите внимание, это ваш личный физический ключ, с его помощью можно продать вашу квартиру, поэтому никому его не отдавайте, он ваш, личный, никуда его не девайте. Мотивация, да? Да, да, у нас многие топ-моджеры такие, типа, так, это все, это мое, я не отдам никому. Даже, там, может, помощница отдадите, она подпьет. Говорит, это мой, все у меня вот тут лежит, все, никуда не девается. Вот, то есть, это так, дисциплинировало. Вот, это вот, ну, если мы говорим про МЧД и КДО. Ну, а вот часто приходится общаться с консервативными все-таки ребятами в разных функциональных областях. Ну, не знаю, там, бухгалтерия тоже одна из таких вот часто медленно меняющихся структур. Там, конечно, постоянно какие-то новые новости, там, по бухгалтерским делам, да, приходят постоянно, там, каждый, там, несколько месяцев, ежеквартально приходят сообщения, что вот тут изменения в налоговом, там, в законодательстве, там, в бухгалтерском учете и далее. Ну, ERP, как бы, это их жизнь, там, свои приколы, свои какие-то правила, но вот в части СЭДа наверняка с ними сталкиваетесь как-то? Конечно, конечно, есть, знаешь, есть и консервативные пользователи, кто не хочет меняться, потому что, ну, я привык так работать, возможно, человек просто уже выгорел на работе, и там, не надо меня трогать со своими проектами. Ну, бывает и такая формация, да. Да, бывает и такая формация, да, которые, ну, что вы пришли, ну, вот я же вот тут вот делаю с девяти до шести свою работу, что вы от меня хотите, чтобы я тут еще что-то делал? Я не хочу что-то еще делать, там, вот начальнику надо, пусть он и делает, там, ну, типа, зачем, да? И вот, ты же понимаешь, эти же люди всегда, они близки к твоему заказчику, то есть, там, там заказчик придет, скажет, там, уважаемая, тебе нравится? Хорошо, тебе нужно? Такая, мне не надо. Да, у меня все хорошо, у меня все по полочку, у меня все настроено, у меня все работает, и, как бы, зачем... Да, по факту, они ЛОПРы. Да, 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 у нее в этот... Ей просто не надо, ей, то есть, нету, вот это, знаешь, корпоративного мышления, что не мне должно быть надо, а компании надо, то есть, это, вот, как бы, мы же все большие компании, мы же здесь для этого существуем. Ну, на работе я имею в виду не в виду. Ну, естественно. Соответственно, это, там, один, одна категория пользователей, есть другая категория пользователей, которая, знаешь, как, они хотят изменений, точнее, они хотят, чтобы и ты сделала так, чтобы им стало попроще работать. Ну, и ты не всегда не можешь, не всегда можешь так сделать, потому что иногда, чтобы получить отчет, тебе надо куда-то данные тебе внести, и ты их из воздуха это не загенерируешь. Тут, вот, мне кажется, с такими людьми как раз посложнее, потому что ты пытаешься их убедить, что, ну, и ты не всесильный, они говорят, нет, нам в каждом ролике на ютубе, в рекламе говорят, что и ты всесильный, можете все, и вообще вы будущие, и там у вас громадные зарплаты, как бы, делайте. Говорят, ну, вы понимаете, что мы не можем, что там есть платформенные ограничения, есть временные ограничения, есть, там, ограничения здравого смысла, что так делать не надо. Говорят, нам все равно, вы и ты, вы делаете. Ну, и ты начинаешь думать, а что же делать-то, и вот ты начинаешь лавировать, там, придумать какие-то обходные пути, какие-то заплаточки, закладочки, или как это сделать оптимально, пытаешься им объяснить, продать, рассказать, что вот, ну, как бы, цель ваша будет достигнута, но немножко другим путем. Иногда получается, иногда нет, иногда ты делаешь какую-то доработку, которую ты совершенно делать не хочешь, потому что это, блин, зачем? Вот, а есть, моя самая любимая категория пользователей, это те, которые вместе с тобой бегут, а еще и тебя подпинывают. Типа, ты что-то медленно нам все делаешь, давай быстрее. А ты им говоришь, а вот так нельзя, они говорят, а как можно? А ты говоришь, а вот так можно? Ну, окей, давайте так. То есть у меня так, допустим, есть классный пример, наш директор по логистике, который пришел, сказал, мне нужна тикетная система. Мы говорим, ну, вот, как бы, вот, есть у нас там корпоративная тикетная система, можно, ну, там, смотрите, как бы, у нас там не то, чтобы бизнес очень много в ней работает, в основном айтишники пользуются, ну, вот, мы можем настроить, но, как бы, работать будете сами, то есть не ждите какой-то верхний уровень, там, поддержки, вот это, то, что вам будут бегать, там, рассказывать. Я говорю, и инструкции у нас нету, потому что это, там, как бы, в интернете много роликов, это. Мне говорят, да не вопрос, вы мне один раз покажите, я нормально всем своим расскажу. Мы настроили, там, систему, проект, он в него завел всех своих сотрудников и благополучно уже полтора года работают, и за полтора года обращались только за тем, чтобы завести новых пользователей, и вот этот драйв со стороны директора, со стороны руководителя, и он, соответственно, распространяется даже уже и на окружающие подразделения, то есть они, он где-то, там, сидя на каком-то совещании, показал, как он классно может прям с этого совещания своим сотрудникам раздать поручения, сосед его увидел, говорит, а я тоже так хочу, и к нам пришел, говорит, а мне так сделаете? Мы говорим, хорошо, но, там, тынь-тынь-тынь-тынь, он говорит, ладно, я согласен, давайте. Вот, и они как-то, и вот эти пользователи, они очень классные, они сами становятся отчасти айтишниками, то есть визионерами. Визионерами, да, то есть я, конечно, логист, это основная профессия, но и информационной системой я не чураюсь, мне не нужен кнопочный телефон, да, я не боюсь современных технологий. Я вам еще и айтишникам объясню, как надо правильно работать. Вот, ну то есть это такая третья моя любимая категория пользуется. Ну да, звучит здорово. Ну это получается, да, вот, основные, кто у меня тоже в голове есть, это бухгалтерия всегда медленно, логистика, замечательно, legal, но это мы с тобой отдельно поговорили. Кстати, вы сравнение документов не пробовали, не запускали? Вот инструментарий, который позволяет сравнивать два совершенно разных документа. В ушедшем офисном приложении одного известного вендора был такой функционал, но только для двух документов одного формата, а, например, как сравнить док-файл и pdf-файл? Вот что-то такое, не пробовали? Слушай, не пробовали, но на это есть бизнес-запрос, особенно когда юрист, это очень у юристов был запрос, потому что они хотят сравнивать, какой документ они согласовали с тем, что на выходе подписал генеральный директор, потому что вот этот разрыв от того, как документы распечатали и донесли, он большой, а еще есть подозрение, что может быть, айтишники где-то муклюют, и может быть, в их систему можно что-то подложить, о чем мы не знаем. Вот, то есть запрос, если у тебя есть решение, приноси, мы посмотрим, продадим нашему бизнесу, и я думаю, ему очень понравится. Немножко приселы в прямом эфире. Отлично, отлично. Ну вот для чего еще нужно? У меня остался один вопрос. Я знаю, что DocsVision имеет, ну как сказать, он, как рассказывал Владимир Андреев в одном из предыдущих выпусков, президент DocsVision, что у Лотуса была, ой, у Лотуса, у DocsVision была предыстория, это прообраз лотусовские рабочие процессы, и я знаю, что, ну, слышал, скажем так, что у тебя был опыт миграции с Лотуса, с Лотуса рабочих процессов на DocsVision. Вот можешь об этом немножко рассказать, то есть насколько это было сложно, какие были особенности и нюансы? Да, конечно. На самом деле вопрос миграции встает каждый раз, когда ты внедряешь сайт, потому что у бизнеса жесткое требование, что я не хочу ничего потерять. Есть несколько сценариев, в нашем случае выбрали сценарий не перекачки документов из Лотуса в DocsVision, ну то есть там была, типа, огромная база, по сути, ну, маловостребованных документов, а приняли решение, что мы из Лотуса документы просто, документы, карточки, методанные мигрируем в SQL-ную базу данных и будем там хранить, на случай, если кто-то вдруг когда-то забратится за этим документом. Соответственно, мы что сделали? Мы мигрировали, и теперь у нас лежат эти базы данных, особо никому не нужны. У нас, вот сегодня, ребят, статистику просил собрать, за год четыре раза обратились с просьбой какой-то документ там найти, и то это такое было, там, некоторые люди думали, что там лежат какие-то сильно новые приказы, а эти приказы, на самом деле, уже в DocsVision не были. Поэтому тут вот ценность этой миграции, она пока непонятна, и более того, у нас там казус случился с Лотусом, с тем, который еще там где-то крутится в компании, и часть серверов пропала физически. Ну, их не украли, они сгорели. Да, и, соответственно, у нас сейчас, допустим, у админов нет доступа к Лотусу, остался он, по-моему, у нескольких делопроизводителей, и вот они там периодически в нем что-то ищут. То есть опыт миграции с Лотуса у нас, конечно, есть путем перекачки просто в условное хранилище, но опыт потом востребованности этих данных его нету. Ну, то есть, как показывает практика, иногда вот эта миграция, она не нужна. Нет, я, наверное, про другое, скорее про перерисовку этих рабочих процессов, то есть, я понимаю, что все равно хоть все многие системы, они между собой сильно похожи, но часто логика может отличаться друг от друга, да, в разных системах. В Лотусе, насколько я понимаю этот принцип работы, в Лотусе и в Docs Vision вот эта конструкция, архитектура рабочих процессов, она очень схожа, близка. То есть, получалось, условно говоря, ну, если в простом языке, просто смотреть на картинку Лотуса и формировать такую же картинку в Docs Vision, или это сложнее было? Нет, мы так не пошли, потому что понимали прекрасно, что там есть особенности реализации в системе, возможно, бизнесу это ей не нравится. Поэтому мы больше пошли от процесса, мы пришли к бизнесу и сказали, как процесс ваш выглядит. То есть исследовали процессы. Да, да, как у вас процесс, и его настроили. А дальше, конечно, вот есть этот фидбэк старой системы, что здесь кнопочка слева, кнопочка справа, а тут я сразу в этом окошке вижу, и ты стараешься с ним работать. Где-то ты можешь работать, а где-то ты говоришь, ребят, сорян, как бы система этого не может, давайте другой способ решения вашей проблемы найдем. И зачастую, да, говорят, да, давайте, давайте поищем. То есть вот так, вот так скорее. Это, знаешь, это, наверное, в любой сет, там не только в Lotus можно, ну, можно так подходить. И если ты, хорошо, когда есть сет, документированный с инструкциями и с описанием регламентов, и ты, по сути, берешь их просто и на свою систему пытаешься. Это идеальный мир. Это идеальный, да, совершенно мир. А очень часто, когда приходишь, и, знаешь, я для себя вывел такую формулу, как это, принятие сета внутри компании, что всегда, это вот всегда так, ты приходишь в компанию, там всегда вечно ругают сет, вот всегда, все, везде. Но стоит тебе сказать, давайте внедрим новый и попытаться начать это делать, так у тебя тут же предыдущий сет становится идеальным, там было все супер, там было все продумано, там было эргономично, а ваш новый сайт вообще ничего непонятно, неудобно, и зачем вы это все нам бы принесли. Вот везде так было, абсолютно. Ну вот. Сколько замен, столько таких. Да, 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 это вот прям вот у человека начинается сразу вот это, как это вы, что-то, мой, я его, это мой, я его ругаю, как только вы мне принесете что-нибудь новое, я начну свой защищать, потому что это мой. Слушай, да, мне помню, одни из знакомых консультантов тоже так-то подсветили, и очень правильная мысль. Все люди очень сильно жаждут перемен, но максимально сильно им противятся. Да, 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 отлично, надо себе подпись в почте это сделать. На стену. На стену. Ну да, нормально. У нас есть портал сервис-деск, мы там это как слоган вывезти, что вы, мы понимаем, что вы хотите перемен, но мы знаем, что вы будете им противиться. Да, да. Что ж, Сергей, на этой позитивной ноте и на этом обмене мудростями предлагаю заканчивать. Ты очень интересный собеседник, и у тебя очень действительно интересный опыт в документообороте и вообще. Спасибо, что позвали. Да, было очень интересно, это такой очень новый опыт. Друзья, спасибо за внимание к нашему подкасту. Надеюсь, выпуск был интересен. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии и подписываться на наш канал. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!